В эфире программа «Классный час» на Беларусь 4 Гомель. Этот выпуск для вас проведем мы, Настя Заячкова и Мария Анокина. Сегодня в программе вас ждет встреча с победителями разных конкурсов. Первого открытого областного конкурса модельного искусства «Супермоделька-2020». Было очень вокруг ярко, красиво, немножечко было волнительно, однако было чувство такого-то волшебства и праздника. Областного конкурса творческих проектов «Юный блогер». Это второй конкурс юных блогеров, в который входило пять номинаций «Изи», «Хобби-шоп», «Зожники», «Инфьючи» и «Он». Республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси». Мы хотим создать удобное, доступное приложение, которому аналогов в Республике Беларусь нет. Наши корреспонденты отправились осваивать зимние виды спорта на Гомельскую лыжероллерную трассу и готовы делиться впечатлениями. Я ожидала, что это будет гораздо легче. А вот все о безопасности во время зимних забав расскажет сотрудник МЧС Алексей Балахонов. Сейчас на улице довольно холодно, и когда ты идешь на горку, кататься на коньках, либо на лыжах, обязательно тепло одевать. Арина Синенок и Ира Рудая в рубрике «Молодежная кухня» приготовят домашние бургеры и мохито без алкоголя. Все вываливается. Топ-5 классных семейных комедий киноман Дарья Чайкова поделится своей подборкой. Об этом в нашей программе. Друзья, зима в самом разгаре. Она успела побаловать нас и снегом, и морозом, и оттепелью. Кстати, об оттепеле. Как раз накануне православного Рождества жительница Витебска сфотографировала бабочку-лимонницу. Я знаю, что обычная бабочка-лимонница начинает порхать весной одной из первых, но нередко погибает, когда оттепель сменяется похолоданием. Возможность увидеть насекомое зимой – большая редкость. Скорее всего, к этому привела оттепельная погода в декабре. Это было небольшое лирическое отступление. Далее в нашей программе – встреча с супермодельками 2020. Они стали победителями первого открытого областного конкурса модельного искусства. Организатор зрелищного шоу – государственное учреждение, центр моды и красоты «Хрустальная нимфа». Вашему вниманию праздничные кадры. Я рад приветствовать вас на первом открытом областном конкурсе модельного искусства «Супермоделька 2020». Ваши аплодисменты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, ребята, ознакомьтесь, у нас в гостях победительница конкурса «Супермоделька 2020» в номинации «Фотомодель 2020» Арина Лазейко. А также победительницей в номинации «Супермоделька 2020» Алиса Соболева, Анна Рябцева и Злата Цедик. Привет, девчонки! Здравствуйте! Привет, привет! Девчонки, мы вас поздравляем с такими успехами. Поделитесь своими эмоциями от участия в празднике «Красоты и грации». Конечно, первый момент был сложный, но когда первый выход миновал, уже более-менее адаптировались и было даже весело. Было очень вокруг ярко, красиво, немножечко было волнительно, однако было чувство такого-то волшебства и праздника. А расскажите подробнее о номинациях, о самом конкурсе. Сам конкурс был очень масштабный, и мне там очень понравилось. И было две номинации «Фотомодель» и «Супермоделька». Интересно, а какие были возрастные категории? Было четыре возрастные категории. Я участвовала в третьей, где был возраст 11-12 лет. У вас очень красивые образы. Расскажите, пожалуйста, про них. Эти образы мы делали под заказ, шили, каждый сам по-своему оригинален и красив. Аня, а тебя мы попросим продемонстрировать, как ты обыграла работу с предметом во время конкурса. Отличная работа, ты молодец. Мы знаем, что прямо перед финалом вам нужно было предоставить свое портфолио жюри. И как раз-таки у Арины она с собой. Можешь показать нам его? Да, конечно. У каждой профессиональной модели должно быть портфолио. У меня оно, конечно же, тоже есть. Здесь собраны фотографии из разных фотосессий в течение одного года. Расскажи про свой любимый стиль съемок. Какой больше нравится тебе? Фэшн, там, где всякие необычные образы. И удивительно даже, что такое вообще может быть. Арина, скажи, пожалуйста, у тебя есть любимая фотография из своего портфолио? Ну, мне очень нравятся фотографии, которые на обложке самого портфолио. Это фотография также. Ну, и вот вы, ты считаете, я такой ангел, мне вот это еще очень нравится. Очень красивый портфолио, спасибо большое. По-моему, очень профессионально смотреть мои фотографии действительно очень интересны. Девчонки, расскажите, пожалуйста, о моделинге. Как давно вы занимаетесь? И что дают вам эти занятия? Я занимаюсь в центре моды и красоты «Хрустальная нимфа» уже второй год. Мне там достаточно нравится. И мне «Хрустальная нимфа» помогла перебороть свой страх к сцене. Я стала увереннее держаться на подиуме. Это очень интересно. Девочки? Я занимаюсь моделингом около трех лет для общего расписия. Моделинг мне помогает стать более увереннее, раскрепощеннее и общительнее. Злата, а сколько тебе лет? Пять. Ты смелая девочка, раз в таком юном возрасте ты смогла выйти на такую большую сцену. Скажи, а какие эмоции ты переживала во время конкурса? Тебе было страшно, либо наоборот интересно выйти на сцену? Мне понравилось участвовать в конкурсе. Я хочу стать моделингом. А чем кроме моделинга ты занимаешься? Садик. Садик ходишь. А вы, девчонки? Я занимаюсь английским языком около четырех лет. Углубленно его изучаю. Я стараюсь научиться играть на фортепиано около трех лет уже. Я также занимаюсь английским языком и очень люблю путешествовать. Ну и напоследок. Мы знаем, ты, Алиса, хочешь сказать несколько слов в стихах? Что это будут за строки? Всегда изменчива, всегда оригинальна. Она идет за нами по пятам. Неповторима, актуальна, уникальна. В фантазиях она приходит к нам. О, Мода, как же ты прекрасна! Ты воплощаешь все желания и мечты. Творения, замыслы, фантазии и мысли. Способны сделать популярными лишь ты. Да, мода она такая. Алина, ты можешь показать нам несколько элементов для фотопозирования? Да, давайте. Прекрасный элемент для фотосессии. Девчонки, вы большие умницы. Спасибо большое, что пришли к нам. И вам спасибо большое. Спасибо. Мы желаем вам дальнейших творческих успехов. До свидания. До свидания. Ну, а мы продолжаем. Далее в нашей программе рубрика «Безопасность превыше всего». Зимние забавы и безопасность. Именно этой теме будет посвящен наш сегодняшний выпуск. Тюбинги, ватрушки. Салюты, фейерверки и петарды. Лыжи, сани, коньки. Все это нам очень интересно зимой. Правда, далеко не всегда эти забавы заканчиваются благополучно. Это да, всякое бывает. Но мы прекрасно знаем, кто готов прийти к нам на помощь и поделиться отдельными советами по безопасности. Сотрудник МЧС Алексей Балахонов об актуальном и важном. Веселая игра с друзьями в снежки, безобидная поездка на тюбинге со склона, катание на коньках. Все эти радости зимы приносят не только яркие эмоции, но бывает и выписку из травмпункта. Всем привет, с вами Ксения Смирнова. И сегодня вместе с Алексеем Балахоновым мы поговорим о безопасности во время зимних забав. Здравствуйте, Алексей. Здравствуй, Ксения. И первая забава, на которой мы с тобой остановимся, это будет игра в снежки. В ней любят играть как и взрослые, так и дети. Правил безопасности при игре в снежки не так уж и много. Главное, снежок сильно не слепливать, чтобы не травмировать нашего оппонента. И внутри снежка ничего не засовывать, чтобы не передать увесистость своему броску. Ну, пойдем, мы сейчас поговорим о катании с горок. Пойдем. Тюбинг или по-народному ватрушка в рейтинге самых небезопасных видов транспорта зимой занимает первое место. Почему? Даже на пологих склонах он развивает достаточно большую скорость, чтобы в случае столкновения с каким-то препятствием принести ездоку тяжелые травмы. Также во время склона он неуправляем, потому что ноги сидящего в тюбинге находятся в подвешенном состоянии, и контролировать свое движение практически невозможно. В том числе при спуске с горы или со склона его может развернуть, вращать, и ты не сможешь вовремя остановиться, даже если заметишь препятствие. Следующий вид транспорта, о котором мы с тобой поговорим, будет ледянка. Как видишь, это уже повидало виды и наверняка испытало не один трамплин. И на этом я хочу остановиться поподробнее. На ней, в случае прыжка с трамплина, вся энергия удара придет тебе на позвоночник и на копчик. А это чагивато с серьезными травмами. Ледянка также развивает большую скорость, однако ноги ездока находятся ближе к земле, и ты можешь контролировать свое движение. А сейчас мы поговорим с тобой о санках. Нравится ли тебе кататься на них? Достаточно прочная алюминиевая и в то же время легкая рама. Сидящий в санках принимает анатомическое правильное положение. Единственная опасность, с которой можно столкнуться при спуске с горы, это если ноги запутаются в полозьях или в шлейке, за которой его, в принципе, и возят. Но если его держать в руках, то можно избежать опасности. Ты совершенно права. Еще одна зимняя забава – это катание на коньках. Многие люди любят кататься не в специально оборудованных местах, как, например, ледовые катки, а, например, на открытых водоемах. Прежде чем выйти на водоем, чтобы остались у тебя только положительные впечатления о катании, тебе нужно проверить место, куда ты идешь. Убедиться в толщине льда, потому что лед, если прочный, он какого цвета? Темный, с голубоватым оттенком. Ты совершенно права. Стоит избегать мест, где лед серый и пористый. Также следует избегать мест, где растет камыш, потому что когда лед обмерзает вокруг него, лед становится хрупким и может тебя не выдержать, в случае, если ты по нему будешь кататься, либо же ходить. Я предпочту покататься на оборудованном катке, так как там я точно знаю, что буду в безопасности, и здесь, под снегом, я не смогу точно узнать, лед, хорош ли он для катания. Ты совершенно права. И последняя тема на сегодня – это катание на лыжах. Если ты катаешься не по специально оборудованию лыжни, а, например, ты хочешь, так сказать, дикарем поехать в лес, обязательно изучи карту местности, возьми с собой полностью заряженный мобильный телефон и далеко не углубляйся в лес. И главное – помни о безопасности. Сейчас на улице довольно холодно, и когда ты идешь на горку, кататься на коньках, либо на лыжах, обязательно тепло одевайся. Ты все правильно сделала. Ты надела перчатки, укуталась шарфом и по совету мамы надела шапку. Поэтому твое катание будет не только веселым, но и безопасным. И главное на сегодняшний день – теплым. Алексей, большое спасибо вам за советы. До свидания. До свидания, Ксения. Ребята, берите советы Алексея на вооружение, отдыхайте безопасно, ну а я, пользуясь случаем, пойду прокачусь с горки. В эфире «Классный час» и мы продолжаем. Тот, у кого есть домашние животные, знает, даже безопасность виду комнаты таит в себе много угроз для питомца. Для тех же, кто планирует завести четвероногого друга, мы предлагаем чек-лист опасных мест и предметов, чтобы вы заранее понимали всю серьезность вашего решения. Итак, двери, балкон, окна, стиральные машины, пакеты и растения, горячие поверхности, провода и розетки, мелкие предметы, обувь, мусорные ведра, лекарства, продукты и бытовая химия. В общем-то, за домашними животными, как и за маленькими детьми, нужен глаз да глаз. Это точно. Я думаю, это мнение разделят и наши следующие гости. У нас в студии ребята, которые разработали собственный сайт для поиска домашних животных. Их проект будет участвовать в республиканском молодежном конкурсе «100 идей для Беларуси». Знакомьтесь, Елизавета Синейкая, Антон Иванчиков и Владислав Новиков. Привет, ребята. Ребята, Лиза, расскажите, в чем суть вашей инициативы? Суть нашего проекта – это помощь, а именно помощь домашним и бездомным животным. Мы хотим создать удобное, доступное приложение, которому аналогов в республике Беларусь нет. Чтобы можно было легко найти свое потерявшееся домашнее животное или, наоборот, помочь определить в хорошие руки бездомное животное. Скажите, а как вообще возникла идея этого проекта? Ну, вообще, я люблю животных и люблю им помогать. И я начала этим интересоваться. И, в принципе, в мире это очень модно и интересно – помогать животным. И надо это как-то развивать и в Беларуси. Вот. И чисто мне это все привиделось, можно сказать, как во сне, как будет выглядеть проект. Но дальше уже мои сотрудники по команде реализуют это и помогают какими-то идеями. А как планируете реализовать этот проект? Насчет реализации спросите у мальчиков, они знают лучше. Антон, Владислав, расскажите, пожалуйста. Ну что ж, вначале мы делаем сайт-визитку, чтобы наши пользователи могли ознакомиться, что мы предлагаем. Потом мы будем реализовывать приложение, в котором уже будет личный кабинет, чтобы отслеживать все прививки и операции для животного. Также будет лента волонтерской помощи, чтобы смотреть, какие животные потерялись. Пока что это все. Ребята, расскажите, а у вас самих есть домашние животные? Конечно, у меня есть собака по имени Семен. Лиза, у меня тоже есть собака, и кот, и попугай. Ну, в моем случае у меня есть только рыбки. Ну, не думаю, что рыбкам здесь помощь сильно поможет. Я не думаю, что рыбки теряются каждый день, и им сильно нужна помощь в поиске. И опять же, рыбкам прививки не делают. Ну да. Они просто плавают в аквариуме, и все. Это да. Наш сервис больше настроен на кошек и собак. Ну, так как хомякам мы помочь не можем, да и, в принципе, они не пропадают. Поэтому... А вам было бы интересно, если бы было такое приложение? На самом деле у меня нету домашних животных, но если бы я имела кота, либо собаку, я бы воспользовалась этим приложением обязательно. Но если быть как волонтером, помогать, наоборот, искать, вот, чтобы лента была загружена, а ты помогала бы искать пропавших животных? На самом деле, я думаю, что если было бы время, я бы с удовольствием помогала, так как желание есть. Вот, в самом деле таких людей мы и делаем. Ребята, скажите, а какие проекты других участников вам понравились? Ну, лично мне понравился проект «Словоход». Это проект для изучения белорусского языка. Благодаря тому, что ты рисуешь вроде бы что-то в приложении, тем самым узнаешь много слов и прокачиваешь свой уровень белорусского языка. А вам? Был один проект, учащийся восьмого класса. Он предложил модель мини-реактора, мини-ядерного реактора. И, к сожалению, его проект не прошел, так как требуется очень много ресурсов на его создание. И в нашем случае это очень сложно реализовать. Но проект был очень хорошо представлен, и было выделено отдельное, можно сказать, место победителя этому человеку. Мне понравился сервис «Умный дом». Молодой человек из восьмого б-класса сделал управление «Умного дома» через телефон. Ну, если точнее, через мессенджер с Телеграм. Можно включать свет, контролировать разные показатели и достаточно перспективная идея. А как в дальнейшем будет реализоваться проект? То есть вам будут выделяться какие-то средства? В этом проекте, если ты побеждаешь в конце финала, то да, там выделяется грант на реализацию этой идеи. Но наша сама по себе идея, она не очень дорогая, мы можем сами это реализовать. Реализовать, что мы и делаем. Вот сейчас создаем сайт, а в дальнейшем уже приложение для Android и для айфонов. Расскажите, а какие функции будут в вашем приложении, и будет ли оно доступно только в Гомеле или в других областях Беларуси? Пока наше приложение будет доступно только в Гомеле, ну и, возможно, в Гомельской области. Там будет личный кабинет. Вы заполняете форму своего животного, который у вас есть, там кличка, порода, какие-то заболевания. Какие прививки вы ему делаете, и потом будут в дальнейшем приходить уведомления. Главное, на что мы делаем акцент, это волонтерская помощь, лента, где будут выгружаться, потерялось ли животное, либо нашли, хотим определить в хорошие руки. Вот, также будет информационный источник, Викианимал. Там же можно пройти тест на совместимость вас с какой-либо породой животного. И онлайн-магазин, в котором можно будет получить бонусы благодаря помощи в ленте волонтерской. А насчет расширений, как это дальше пойдет, ответит Владислав. Что ж, пока что мы из-за своих технических особенностей можем пока что только в Гомельской области реализоваться. Но я думаю, что дальше будем сотрудничать со всякими организациями, и они помогут нам расшириться на Нинскую область и на другие области и города. А насколько сложно создавать такое приложение, сайт? По поводу сайта не так сложно создавать. То есть программа создания сайтов проходит в 11 классе, это базовая основа. Мы же пошли чуть дальше, и уже где-то класса с девятого мы знаем, как создавать вот такие простые сайты. И в данном случае вот Владислав написал всю основу сайта, да, а я же как дизайнер представлял ему дизайн всех логотипов, иконок и тому подобного. А помогает ли вам учителя? Нет. Нам только помогает отец Антона, организовывает наши встречи, какие-то больше бизнес-идеи. Но также у нас еще есть, так сказать, пиар-менеджер Славей Ольга, она тоже учится с нами. Она контактирует с людьми, чтобы как-то взаимодействовать с ними, с волонтерами и так далее. А еще мы хотим привлекать намного больше людей, чтобы это была более уникальная волонтерская помощь, тем, чтобы взаимодействовать с чатами в различных соцсетях, группах. То есть выгружать не только в свои соцсети, ну, именно нашего приложения и только в приложении, но еще и чтобы это раскидывалось на другие чаты, объявления, чтобы это было быстрее. Также можно будет там отметить геолокацию, где было последний раз животное, ну, то есть, точнее, где потерялось. Ну, и возможные места, где оно могло быть. Получается, человек, то есть волонтер может помочь найти животное? Да. И за это он получает бонусы, если чем больше помогает. И потом что делать с этими бонусами? Бонусы эти станут скидками в онлайн-магазине. Пока онлайн-магазин, это на будущее. Пока мы вот больше волонтерская помощь, сайт, а дальше больше времени, когда будет, будем уже все остальное делать. А что будет в онлайн-магазине? Ну, различный перечень всего, что нужно для животного. От корма для ошейника и игрушек. Вот, ну, наверное, не только для собак и котов. Расскажите, а как вы планируете распространить свой проект? Через социальные сети, допустим, волонтерские группы, они это делают бесплатно, то есть ссылка легко. Ну и плюс телевидение, если какое-то, да, то там вот «Стоидели для Беларуси» в принципе, это уже заявка о приложении, об этом люди слышат, поэтому на слуху. Будете ли вы работать с ветклиниками? Да, у нас есть это в планах. Мы хотим сделать одну из функций приложения, это что-то типа карты, где будут отмечаться ближайшие ветеринарные клиники, которые с нами, опять же, сотрудничают, да, чтобы человек, не заходя в другое приложение, в те же гугл-карты, да, просто из нашего приложения увидел, какие клиники есть, недалеко от него, их оценку и готовы ли они ему помочь. Также еще хотелось бы, ну, чтобы было на будущее, если получится, взаимодействовать с ними напрямую и делать какие-то, то есть, видеозвонки, ну, допустим, если не сильно срочно что-то случилось с собакой или животным, хозяин может сильно перепугаться, он мог бы спросить либо в чате, либо через видео, если бы это получилось, мы бы еще такое хотели сделать. Что ж, ребята, мы желаем вам успехов на республиканском этапе конкурса. И пусть все задуманное обязательно сбудется. Спасибо большое, что пришли. Спасибо вам. Настя, а ты каталась на лыжероллерной трассе у нас в Гомеле? Нет, но я бы очень хотела попробовать. А я бы тоже ни разу не пробовала, но думаю, это будет очень интересно. Кстати, как раз туда отправились наши корреспонденты на съемку рубрики «Спорт тайм». О, я думаю, они повеселились на славу. Ведь и Гомельская лыжероллерная трасса – это целый комплекс. Его изюминка – полуоткрытый биатлонный тир, оборудованный специальными защитными экранами. Я думаю, сейчас ребята поделятся самыми яркими эмоциями своего спортивного мини-приключения. В эфире рубрика «Спорт тайм». Всем привет! Привет-привет! И с вами Гатальская Екатерина. И Гатальская Олеся. Мы находимся на биатлонном комплексе «СОЖ». И приехали сюда, чтобы все вам здесь показать. Ведь, как говорится, биатлон начинается здесь. Очень давно я не каталась на лыжах, и заметно ощутимая разница между любительскими и профессиональными лыжами. Но, я надеюсь, если я попробую, то у меня все получится. Ну что, ты готова? Да. Поехали! На старт, внимание, марш! И все-таки в горах мне это казалось легче. Да, без практики трудно, но мы справляемся. Сергей Владимирович, расскажите, что собой представляет комплекс? Биатлонный комплекс представляет собой разминочный круг. Это вот дистанция, по которой вы сейчас передвигались. За моей спиной находится штрафной круг длиной 150 метров. И также дистанционный круг, длина которого составляет 1 километр. Также присутствует здесь открытый биатлонный комплекс, на котором наши спортсмены выполняют стрелковые упражнения. Если бы было лето, мы бы уже постреляли. Да, но, к сожалению, пока что из-за морозов мы не можем этого сделать. Но зато мы можем прокатиться на лыжах. Расскажите, ведь, насколько я знаю, летом здесь тоже можно заниматься, верно? Безусловно. Летом этот комплекс используется как лыжероллерная трасса. Сюда могут приходить дети, как дети, так и взрослые, для того, чтобы выполнять какие-то передвижения на лыжероллерах. Также можно использовать его как передвижение на коньках, роликовых коньках, скажем так. Интересный факт. А вы знали, что первый чемпионат мира по биатлону состоялся в 1958 году в Австрии? А длина самых длинных в мире лыж составляет целых 534 метра. А самым старым лыжам в мире более 2000 лет. И находятся они в шведском музее. Насколько я понимаю, это стоит снежная пушка. А для чего она здесь? Да, за моей спиной действительно находится в простонародье снежная пушка. А вообще ее называют снегогенератор. Который минусовует температуру при подаче воды. Из воды генерирует снег, который мы выбрасываем из нее. И таким образом готовим трассу зимой. Дорогие друзья, как вы уже поняли, в биатлонном комплексе СОЖ вы сможете прекрасно провести время. Как зимой, так и летом. Так что приезжайте сюда с друзьями, с семьей для активного и веселого отдыха. Ну а мы, Катя и Олеся Гатайские, с вами прощаемся. До новых встреч. Пока-пока. С вами снова мы, Мария Анокина и Настя Заячкова. И мы продолжаем. Наш следующий гость – 11-классница Гомельской школы номер 33 Елизавета Домосевич. Она заняла второе место на областном конкурсе творческих проектов «Юный блогер». Привет, Лиза, мы поздравляем тебя. Добрый день, спасибо. Друзья, Лиза – талантливый и увлекающийся человек. Она сейчас подробнее расскажет о себе. Одно из ее увлечений – это кулинария. Лиза принесла нам чудесные пряники, которые вместе мы попробуем за чашечкой чая. Лиза, расскажи о конкурсе. Это второй конкурс юных блогеров, в который входило пять номинаций. Изи, Хобби-шоп, Зожники, Инфьючи и Он. А в какой номинации и с какой работой ты принимала участие в конкурсе? Я принимала участие в номинации «Зожники», в которой я показала, что Зож – это не только занятие спортом, правильное питание или отказ от родных привычек, но и психическое состояние. Также главным фактором является общение с окружающими людьми. Поэтому предлагаю посмотреть твой ролик. Всем привет! С вами Лиза, и сегодня мы поговорим о здоровом образе жизни. В современном мире понятие «Зож» приобрело странное значение. Для того, чтобы быть зожником, по мнению многих, достаточно просто начать заниматься спортом, отказаться от вредных привычек. Но настоящее понятие «Зож» выглядит иначе. Спросите, как? По мнению Всемирной Организации Здравоохранения, это поведение и мышление человека, обеспечивающее охрану и укрепление его здоровья. А здоровье человека – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия. То есть, если вы классные ребята, занимаетесь спортом, не пьете и не курите, но находитесь в состоянии постоянной депрессии, это не зож. Ведь для того, чтобы вести здоровый образ жизни, недостаточно просто заниматься спортом. Даже не так. Между зожем и спортом есть «но». Спорт, особенно профессиональный, не имеет ничего общего с зожем. Так как постоянные тяжелые нагрузки на организм мало хорошего приносят для общего здоровья. Проблемы с сердцем, с суставами – это лишь малая часть заболеваний профессиональных спортсменов. И для того, чтобы поддерживать свое физическое здоровье, достаточно вести не сидячий, а активный образ жизни. Пиши прогулки, занятия в дрожженном зале, катание на велосипеде, коньках, лыжах. Также для физического здоровья необходимо регулярное, правильное и сбалансированное питание. Необходимо постараться исключить сахар, жанр жиры, фастфуд, жареную еду. Так как все эти продукты увеличивают риск появлению сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, почечной недостаточности и других заболеваний. Помимо физического здоровья у нас есть и душевное. Оно определяется тем, насколько человек доволен собой, как успешно справляется со своими ежедневными функциями. Для поддержания душевного здоровья необходимо уделять достаточное время отдыху, увлечениям, иметь возможность получить новый опыт и делиться своими чувствами и переживаниями с другими людьми. В нашем быстро развивающемся мире очень сложно соблюдать все эти пункты. Сложно полностью избавиться от стресса. Это практически невозможно. Зачастую мы себе не можем позволить именно тот отдых, который хотим. Поэтому отдохнуть не получается ни физически, ни морально. А без всех этих пунктов здоровый брать жизни невозможен. Но это еще не все. Существует такое понятие, как социальное здоровье. Оно определяется тем, насколько человек умеет контактировать с другими людьми. Он поддерживает отношения в обществе, оказывает помощь и способен сам принять ее. Он поддерживает здоровые отношения с родственниками, умеет находить новых друзей, умеет выражать свои нужды и потребности так, чтобы это стало понятно окружающим. Если проводить какие-то сравнения, то с ЗОЖ можно сравнить очень сложные механизмы, где, убрав одну шестеренку, нарушается весь процесс. Я стараюсь не нарушать механизм и быть настоящим ЗОЖником, чего и вам желаю. Надеюсь, мое видео было для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Очень интересное и содержательное видео. Молодец, Лиза. Судя по нем, ты ярый ЗОЖник. На самом деле, правда это или нет? Я стараюсь придерживаться этих всех правил, но это достаточно тяжело. Но мне помогают в этом мои родители. Они поддерживают меня в любых моих начинаниях. Расскажи, а чем еще ты увлекаешься? О чем мечтаешь? Куда планируешь поступить этим летом? У меня очень много разных увлечений. К примеру, я закончила музыкальную школу искусства по классу фортепиано. Занимаюсь вокалом, танцую, предпочитаю вальс. Также я еще рисую карандашами, вышиваю в разных техниках. Из спорта увлекаюсь катанием на коньках, лыжах. Также принимаю участие в велопробегах на длинные расстояния. Какой ты разностранный человек на самом деле. А я предлагаю попробовать твои прекрасные пряники. Давайте, с удовольствием. Лиза, прекрасные пряники, очень-очень вкусные. Расскажи, пожалуйста, как ты делаешь глазурь на них? Я беру 500 грамм сахарной пудры, 3 белка, взбиваю, добавляю немного лимонной кислоты, чуть-чуть на кончике, и все это взбиваю. Ты готовишь только десерты? Нет, я не только десерты готовлю. Также я еще готовлю борщи, супы, мясные блюда и гарниры. А какое блюдо из тех, что ты приготовила, было самым сложным и самым красивым? Самым сложным и самым красивым, на мой взгляд, это был торт «Морской бриз», который был высотой 30 сантиметров. Я его готовила целый день для на день рождения своего папы. Лиза, ты рассказывала, что ты красиво рисуешь. Что тебе нравится изображать? На бумаге я изображаю то, что я чувствую, и свое внутреннее состояние. У меня нет каких-то определенных тем. Ну а что чаще всего? Что-то романтическое. Лиза, почему ты выбрала именно видеоблогерство? Все началось с фотографии. Позже я начала искать какие-то факты, какую-то информацию. Попробовала ее на себе. У меня все удалось. Я хотела бы поделиться этой информацией с окружающими, чтобы они тоже прислушались к моему мнению, можно так даже сказать, и испытали это на себе. Как ты выбираешь тему для съемки видео? Я выбираю ту тему, которая наиболее актуальна в данный момент. То есть я смотрю, что интересно моим сверстникам, что интересно людям более старшего возраста или более младшего. Ну что ж, Лиза, ты натуротворческая. Мы желаем тебе неиссякаемого источника вдохновения. И прощаемся с тобой. Спасибо большое, что посетила нас. Спасибо большое, я была рада с вами познакомиться. От сладкого угощения к домашним бургерам. Арина Синенок и Ира Рудая в рубрике «Молодежная кухня» сегодня приготовят то, что, я думаю, многие из нас любят. Да-да, это бургеры. Причем девчонки будут их готовить в лучших домашних традициях. А еще нас ждет рецепт напитков от девчонок. Итак, слово Арине и Ире. Всем привет! Это Ириша. Это Ариша. И сегодня мы будем готовить что-то очень вкусное. То, что любят все подростки и молодежь. Оно достаточно недорогостоящее, но чуть-чуть неполезное. Я знаю, что это. Это гамбургеры. Правильно. Я их очень сильно люблю, но также знаю, что они неполезные. И поэтому не так часто их кушаю. Но сегодня мы с тобой приготовим домашние бургеры. Поэтому они будут намного лучше, вкуснее, менее вредные. И из продуктов, в которых мы уверены. Давай начнем готовить с булочек и соусом. Да, булочки у нас уже готовы имеются. Их нужно только поджарить чуть-чуть, чтобы было вкуснее. А ты делай соус. Рецепт соуса очень простой. Для этого нам понадобится майонез, горчица, зубчик чеснока. И все это смешать. Сейчас мы будем натирать чеснок. Натерли чеснок и будем его добавлять в майонез. Кстати, а вы знали, что самый дорогостоящий бургер стоит 5000 долларов? Он сделал из трюфельных булочек. И сейчас мы добавим 2-3 ложки горчицы. Ну все, Ира, булочки я дожарила. Ты, вижу, соус уже тоже доделала. Поэтому мы можем продолжать. Давай замешаем с тобой парш. Давай. Ты сначала порежешь лук, а я пока добавлю яйцо. Хорошо. Так, сейчас главное не заплакать. Лук это такая тема. Лучше бы ты его нарезала. Добрая подружка, я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Ты знаешь, что самый большой бургер приготовили в 2012 году в Америке? Знаешь, сколько он весел? Сколько? 913 килограмм и был диаметром 3 метра. Интересно, кто его съел? Я вот этого вообще не представляю. Ну что, я уже дамешала, а ты дорезала. Добавляем. Отлично, мы с тобой справились в одно время. Канна, с тобой командная работа. Да-да. Все, готово, мешай. Перемешали, солим и потом будем формировать котлеты. Пока дожариваются котлеты, мы нарежем нашу начинку. Так, я беру помидоры, ты бери огурцы. Да. Теперь берем пекинскую капусту. Можно было купить салат, но пришлось, не было. Пришлось купить пекинку. Так, мы отрываем вот такие листы. Держи, тебе. Давай. И отрезаем беленькую часть. Она нам не понадобится в этот раз. Все. Я думаю, то, что по два листика мы с тобой положим. Вкуснее будет. Просто их накладывать? Или как? Да, мы потом просто положим. Так, смотри, будет нормально. Или еще отрезать белого. Все, с овощами. Покончено. Идем забирать наши котлетки и формировать бургеры. Начинаем формировать гамбургер. Намазываем соус. Не жалеем его. Теперь мы добавляем сыр. Нет, подожди, сыр попозже. Давай огурчики. Теперь по два помидорчика. Открываем сырок. У нас сразу в отдельных упаковочках так удобнее. Они тоненькие, вкусные. Так, давай сначала один, потом котлетку. Еще второй, да? Кладем котлетки. Так, дальше еще один салат. Еще один, не, давай, салат. Раз. Ого, какой большой. Подожди, нам еще нужно еще раз намазать соусом. Все, и накрываем. Гамбургеры готовы! А в дополнение к нашим бургерам мы приготовим освежающий напиток. Для этого нам понадобится газированная водичка, сладенькая. Также лайм, лимон и лед. Для начала давай с тобой нарежем наши фрукты, цитрусы. Давай. Сейчас мы вам покажем интересное оформление стаканчиков. Берем лайм и обмазываем горлышко стакана с двух сторон и с внешней, с внутренней. Чтобы оно было мокрое и прилип в сахар, который мы сейчас... А теперь волшебство. Ну, как волшебство? Ну, а это первое. Окунаем. Получается сахарный болтик. Получилось? Ну, получилось. Теперь нам нужно налить газировку. Теперь добавляем цитрусы, лимончик. Может, его нужно было вот так сделать? Давай, выдавим чуть-чуть сока. И добавить нужно лед. Время пробовать! Вкуснятина. Как будто летом. Классно. Давайте переговорим. Все вываливается. Очень вкусно получилось. У нас даже лучше, чем в каком-либо заведении. Это точно. Ребята, пробуйте, готовьте. Это очень классно, быстро и вкусно. Всем пока-пока. У нас в студии наша коллега Даша Чуйкова. Привет, Даш. Привет, девочки. Она киноман. И у нее огромная кинотека фильмов различных жанров. Даша периодически будет приходить к нам в студию и делиться своими фильмами-фаворитами. Даша, мы знаем, что сегодня ты расскажешь нам с телезрителями несколько семейных фильмов. Тебе слово. Да, так и есть. Сегодня я сделала для вас подборку комедий, которые можно посмотреть всей семьей. И я думаю, можно уже начать. Итак, первый фильм называется «Одноклассники». Это легкая, простая комедия в стиле бадди-муви. Поясню. Бадди-муви – это фильм о крепкой дружбе. Ну а сам фильм о том, как пятеро друзей спустя 30 лет после выпуска из школы решили собраться с семьями и отдохнуть на природе. Сталкиваясь даже с незначительными проблемами, они все равно оставались на веселе. Поэтому даже за Адама Сэндлера в главной роли я могу поручиться, что фильм отличный. Ну а следующий в моем списке – фильм «Изобретение лжи». Марк Беллисон – эдакий карикатурный неудачник, у которого нет работы, нет денег на оплату квартиры, девушки не обращают на него внимания, и он живет в мире, в котором еще не изобрели ложь. Все говорят только правду, насколько бы горькой она ни была. И вот в один обычный день он лжет впервые. Он даже не может дать этому объяснение, ведь такого еще никто не делал. Ну а как меняется он сам, как меняется жизнь людей вокруг него, вы узнаете из фильма. Следующий фильм – это «Смешанные». Джим и Лори после неудачного свидания в Слепую не сильно настроились, ведь они больше никогда не увидятся, но не тут-то было. Джим со своими детьми и Лори со своими детьми решили отправиться на отдых, но никто не знал, что они отправляются в одно место в одно время. Они встретили друг друга там снова, их дети быстро нашли общий язык. И еще по некоторым причинам они решили притвориться настоящей семьей. Но сами того не замечая, стали реальной семьей. И опять же в главной роли есть Адам Сэндлер, как я считаю, король семейных комедий. Следующий фильм – «Ночь в музее». Ларри Дейли устроился на должность охранника в Нью-Йоркский музей. И уже в первую рабочую ночь он заметил что-то неладное. Ему показалось, что экспонаты оживают, хотя днем были абсолютно бездвижны. И правда ли это вообще, с какими приключениями он столкнется там, вы узнаете при просмотре. Ну и последний в списке, но не последний по важности – фильм «Пиксели». Вот представьте, что ваши любимые персонажи игр ожили. Невероятно, правда? А вот в этом фильме так и произошло. Эти персонажи не просто ожили, но и нападают на Землю из космоса. Ну а для того, чтобы бороться с этим вторжением, на помощь вызвали пятерых друзей, которые в молодости были профессиональными геймерами. А сейчас это взрослые мужчины с абсолютно разными профессиями – от сантехника до президента. На этом сегодняшняя подборка подходит к концу, а вам я хочу пожелать приятного просмотра. Интересные варианты, спасибо. Ну вот будешь чем заняться на эти выходных – семейный кинопросмотр. Спасибо большое, что пришла. Ждем тебя в гости. До встречи. До встречи. Друзья, на этом мы, Настя Заячкова и Мария Анокина, прощаемся с вами. Смотрите классный час по воскресеньям и понедельникам на Беларусь 4 Гомель. Присоединяйтесь к нам в Инстаграме. До новых встреч в эфире. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова